Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Праздник был утвержден в 1961 году по решению Конгресса Международного института театра. Многочисленные спектакли, флешмобы и акции проходят по всему миру в этот день. Не исключением стал и Ненецкий округ. Сегодня во Дворце культуры Арктика прошли сразу несколько премьер. На одну из них побывала наша съемочная группа. О служителях МОС Мельпомена и Италии расскажет Любовь Пермякова. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Маша, а я Саша. А меня зовут Альбер, его тоже. Роль Альберта в спектакле «В поисках потерянного имени», с которого начался Всемирный день театра в округе, сыграл начинающий актер Михаил Горбанев. Ты такую харизматичную роль сыграл, как тебе так удалось? Или ты такой по жизни у нас? Я такой по жизни? Ну, я очень веселый. Да? А в чем твоя веселость проявляется? Ну, не знаю, в чем-нибудь. А как вас зовут? Меня зовут Люба. Здорово. Нравится ли вам ваша работа? Мне очень нравится. Еще я очень любопытный. Ты любопытный? Да? И все, наверное, заметили это, да, ребята? Нет. Нет. Я разговариваю с водителями, в машине, я разговариваю в автобусе, я разговариваю везде. Ничего себе, не устаешь от разговоров? Нет. А хочешь, может, актером стать, мне кажется, получится? Да, актер по жизни. Таких актеров с большой буквы, как Михаил, в театре Рада много. Сегодня они вместе с ним на одной сцене. Все 20 артистов, учащихся начальной школы. Самым маленьким едва исполнилось 7 лет. Мастерство своих сверстников после спектакля высоко оценили два друга Кирилл Чупров и Тимофей Хозяинов. Ну, было здорово, так интересно, ну, короче, так все красочно. Дальше это Чемуха. Ну, спектакль очень, ну, интересный, яркий, красивый, громкий. Сегодня мальчишки вместе с актерами и другими зрителями совершили интерактивное путешествие. Они танцевали, отвечали на вопросы, задания, сопереживали главным героем. Весь спектакль был построен таким образом, что зритель стал активным его участником. Выбрала этот спектакль. Почему? Потому что возникла идея сделать такую игру, путешествие. И, конечно, детям актуально, интересно про своих сверстников, про то, как мы живем. И они здесь искали вот именно буквы через разные препятствия, проходя. И здесь показывали качество дружбы, качество вот свои, какие-то желания. Поэтому вот такой вот интересный, необычный спектакль. Продолжилось театральное меню выступлениями Ненецкого национального театра «Иллипс». Они порадовали зрителей сказками с национальным колоритом. А после принял эстафету от служителей Мельпомены новый коллектив Дворца культуры Арктика «Театр Творецкого» со своим спектаклем «Снежная королева». Завершила День сценического искусства театр-студия «Рада» постановкой «Укращение строптивой». Также это лекарь человеческих душ. То есть мы можем здесь и поплакать, и посмеяться, и видеть сами, какие они у нас тут все живые, нарядные, веселые. Поэтому творчество, позитиво. Ну и, конечно, будьте счастливы. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова